Вы знали о том, что большинство магнитных уголков из тех, что продают, значительно слабее. Сегодня вы узнаете, почему они так быстро теряют магнитные свойства. Покажу, какую нагрузку держат по факту на отрыв и скольжение. Расскажу, какие покупать и где еще их можно применять. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Начнем с вопроса, которым задаются все. Какие магнитные уголки покупать? Начнем с формы. Если вам не нужен угол, к примеру, в 30 градусов, то не раздумывая берите треугольники с углами в 45 и 90 градусов. Потому что в 99% случаев вы будете пользоваться углом в 90 градусов. У многоугольника тоже есть углы в 45 и 90 градусов. Но стороны или площадь, образующие эти углы, заметно меньше, что сказывается на удержании при работе. Не менее важную роль играет заявленное усилие на отрыв. Но чем больше усилие, тем больше уголки и выше цена. Если вам нужно варить металлоконструкции, заборы, стеллажи, то конечно же лучше брать усиленные уголки на 50 или 75 килограмм. Толщина таких магнитных уголков 20-24 миллиметра соответственно. Если нужно варить стальные прутки или трубы диаметром 12 миллиметров, берите магнитные уголки толщиной 12-14 миллиметров. Иначе труба ляжет на пластиковую обойму и получится плохо замкнутое магнитное поле. Многие думают, что магнитные уголки служат долго. Это не так. У 70% продаваемых магнитных уголков внутри ферритовый магнит. Ферритовый магнит работает при температуре до 250 градусов. Это плюс. Минус ферритовых магнитов в том, что за 7-15 лет они теряют магнитное свойство почти до нуля. Большие уголки прослужат дольше, маленькие меньше. На срок эксплуатации влияет и способ хранения. Нельзя хранить ферритовые уголки, примагниченные к металлическим предметам. Кроме ферритовых еще есть неодимовые уголки, которые теряют всего 1% своих свойств за 10 лет. Из минусов они дороже и портятся при температуре выше 80 градусов. Но хватит теории. Давайте проверим, насколько отличается заявленная сила на отрыв от фактической. В тестах будут участвовать магнитные уголки, которые недавно пришли из интернет-магазина Мир Магнитов. Посылка от Москвы до Гомеля дошла всего за 4 дня. В посылке было 3 ферритовых усиленных уголка, неодимовый регулируемый уголок на 32 кг и магнитная масса для сварки на 400 ампер. Качество на высоте и цены на мой взгляд привлекательные. В Беларуси я бы за это заплатил в 2 раза дороже. Да и в России регулируемые уголки некоторые предлагают по цене более 7 тысяч рублей. В мире магнитов такой же, только с другой наклейкой, стоит чуть больше 3 тысяч рублей. Ссылку на магазин оставлю в закрепленном комментарии. Пару месяцев назад я купил 2 уголка с усилением на 23 кг. Использовал их однажды в ролике, когда делал печь длительного горения. С трудом верится, что они держат 23 кг. Сегодня проверим. Тестировать будем на разных трубах с разной толщиной. Делать буду по 3-5 попыток. Но чтобы вы не заскучали, озвучу средний, либо повторяющийся результат. Результаты занесем в сводную таблицу. Начнем с тестов на скольжение. Уголок с усилием на отрыв 23 кг. Сотая труба, стенка 3 мм. 10 кг. Пятидесятая труба, стенка 1,5 мм. 7 кг. Тридцать вторая труба, стенка 3 мм. Среднее значение 9 кг. Двадцать вторая труба, стенка 1,2 мм. 4,5 кг. Шестидесятая квадратная труба, стенка 2 мм. 10 кг. Двадцатая квадратная труба, стенка 1 мм. 7 кг. Прямоугольная усиленная труба 40 на 20. 7,7 кг. Пятидесятый уголок с небольшой коррозией. 10 кг. Таким же образом протестировал уголки с заявленным усилием на отрыв 50 кг. Результаты занес таблицу. Теперь самое интересное. Неодимовый регулируемый уголок с усилием на отрыв 32 кг. Пятидесятая тонкостенная. 8,2 кг. Тридцать вторая усиленная. 8 кг. Двадцать вторая тонкостенная. 5 кг. Шестидесятая квадратная. 8,5 кг. Прямоугольная усиленная. 12 кг. Квадратная миллиметровка. 4,7 кг. И пятидесятый уголок. 10 кг. В результатах на скольжение ничего аномального, кроме двадцатой квадратной трубы. Почему так, объясню позже. Теперь проведем серию тестов на отрыв. Начнем с усиленных уголков. Тридцать вторая усиленная труба. 23 кг. Пятидесятая тонкостенная. Средняя 24 кг. Прямоугольная усиленная труба. 24 кг. Тонкостенная квадратная двадцатка. Среднее значение 13,5 кг. Сотая труба. 20 кг. Пятидесятый уголок. 29 кг. Двадцать вторая труба. Пять с половиной килограмм. Пока что ни один тест даже близко не приблизился к заявленным показаниям. Есть у меня не совсем гладкий, но достаточно увесистый груз. Может на нем уголок покажет заявленное 50 кг. Я опробовал все три усиленных уголка. Результаты следующие. У первого максимальным было значение на отрыв 24,3 кг. У второго 25 кг. У третьего 25,4 кг. Нашел еще вот такой стальной башмак. Поверхность у него немного ровней. Максимальным было усилие 33,7 кг. Это почти на 10 кг больше, но все равно на 33% меньше заявленного. На очереди красный уголок. На стальном башмаке он показал максимум 11,7 кг. Но в отличие от усиленного магнитного уголка, хорошо показал себя на 22 трубе. Пока без комментариев. И наконец неодимовый регулируемый уголок. В нем нет отверстия по центру, поэтому для весов заколхозил веревочку. Двадцатая квадратная 15 кг. Прямоугольная усиленная 25 кг. Тридцать вторая усиленная. В среднем 23 кг. Пятидесятая тонкостенная. Двадцать семь килограмм. Двадцать вторая тонкостенная. Девятнадцать килограмм. Сотая труба 24 кг. На пятидесятом уголке 23 кг. И на стальном каблуке максимальная сила на отрыв 24,5 кг. Результаты впечатляют. Ближе всех к заявленной силе на отрыв подобрал снеодимовый уголок. На пятидесятой трубе ему не хватило 5 кг. Таблица подталкивает на мысль, что ферритовые магниты и впрямь со временем теряют магнитную силу. Но упаковки не пишут дату изготовления, поэтому покупка ферритовых уголков своего рода лотерея. Неодимовый уголок лучше всего показал себя на 22 тонкостенной трубе. Это потому, что он тоньше других. Его ширина 16 мм. Усиленный уголок на 5 мм шире, отчего 22 почти не соприкасается с ребрами уголка. И как следствие у уголка не получается хорошо замкнуть магнитное поле. Если говорить о результатах на скольжение, то лучше всего показал себя усиленный уголок. Площадь неодимового уголка по факту даже меньше, чем у красного. А чем больше площадь опоры, тем выше сопротивление скольжению. Сопротивление скольжению при изготовлении, к примеру, стеллажей и заборов важнее, чем усилие на отрыв. Кроме сварочных работ, магнитные уголки можно использовать вместо струбцин. Они отлично держатся за стальной стол. Если нет тисков или струбцин, заготовку можно зафиксировать между уголками для работы болгаркой и так далее. Отлично держат при нагрузке по горизонтали. Дальше. Наверняка вы видели подобные самоделки для сварки труб в стык. Гораздо удобнее варить трубы в стык с помощью магнитных уголков. Примагнитим уголок на край трубы. Рядом примагнитим вторую трубу. Подровняем. И прихватим. С помощью магнитных уголков можно соединять круглое с квадратным и большое с маленьким. Ну и наконец самое простое. Если рассыпали саморезы, болты и гайки, магнитный уголок поможет их собрать. Магнитные уголки боятся ударов. При падении или ударе пластины, удерживаемые заклепками, могут сдвинуться. И уголок не будет правильным. При выборе бюджетных магнитных уголков читайте отзывы. Потому что встречаются откровенно кривые. Если наугольник налипнет мелкая металлическая стружка и пыль, она легко снимается обычным неодимовым магнитом. Либо щеткой по металлу. Вот кажется и все, что я хотел вам рассказать про магнитные уголки. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать канал лайком или дизлайком и подписаться на новые видео. Субтитры подогнал «Симон»!